Всем привет, это винная лихорадка, шоу, в котором по-любому выигрываете. В прошлый раз Юлия выбрала белое вино из Бордо, красное из Италии, которое, к сожалению, было с ароматом пробки, но мы его поменяли. Я попробую его в одном из эпизодов блога. И это была очень удивительная неродавлая сера, которая не угадала Сицилии. Посмотрим, что подготовил для меня Костя. Ну что, Костя, привет. Привет. Я даю тебе 500 гривен. Безюм, выбираем вино. Безюм. Костя, ты так долго выбирал, у тебя был какой-то коварный план, да? Да, конечно. Самое сложное, да? Конечно, самое сложное. Побежали дегутировать. Ну что, Костя, дай 5 привет. Привет. Представься, чем ты занимаешься, чтобы ребятки узнали. Что, про работу расскажешь? Ну, чуть-чуть просто, да, да. Я на турник любил ходить. На турник, да? Платят за это, нет? Нет, так сказать. Надо же открыть свою, не знаю, школу, не знаю, преподавать. Ну, да. Ну, в общем, чем ты занимаешься? Я координирую проекты международные гостеприимства по туризму. Ничего себе, прикольно. Да. Круто. Пробуем? У нас есть первое вино. Да, прием. Какое-то оно такое супер-желтое, ты не находишь? Да. Какое-то прям, может, строгное. Да, такое. Смотри, белый листочек, не зря у нас. Можно посмотреть, оценить. Ну, что, скажу, знаешь, чем пахнет сразу? Пахнет орехами. Да. Чувствуешь, нет? На ореховые нотки. Каким? Может быть, миндаль, может быть, грецкий орех. Может быть, мне кажется, что это похоже, знаешь, на что? На крепленный ахерес. По аромату. То есть, по вкусу, сейчас мы посмотрим. Если ты, не знаю, сегодня я за рулем, но если ты хочешь, тоже можешь сплевывать. Да, не, не буду. Других вариантов нет. То есть, ну, это сухой ахерес, да? И что прикольно, то есть, это очень хороший апперитив. То есть, его перед едой чуть-чуть, он будет слишком возбуждать аппетит хорошо, знаешь. И, ну, так вот. Давай так. А как ты так сказал? Тебе уже 9 лет работают. Сейчас. Подожди, ты мне говори, правда-неправда, мы вообще не знаем. Нет, я не знаю, как ты так сразу говоришь. По аромату, знаешь, вот тут хереса очень, очень... Я не знаю, там что-то, может это не херес, может это какое-то там другое вино. Но по аромату очень-очень похоже. Первые ноты, знаешь, сразу. Оно уникальное именно. Таких нотах нигде нет. Итак, смотрим цвет. Тут оно тоже какое-то интересное. И такое, знаешь, как... А ты смотри, наклоняй вот так вот побольше. Да. Вот так вот берешь. Ты сразу видишь, ты видишь, реально, оно как кирпичное такое. Ну, и видно, что вино выдержанное, и немало. Ну, такое интересное. А ну-ка. Пахнет оно так очень тарно, да? Варенье. Варенье плюс какой-то, знаешь, чернослив, плюс листья. Такое, такое, какое-то бальзам, бальзамико, знаешь, такое бальзамико. Угу. Подливковое масло, бальзамико. Как бальзамический ус. Интересно, попробуем. Странно, верно, вообще. Вообще реально странно. Не могу понять, что это. Оно и терпкое, знаешь, и в то же время оно видно, что оно какое-то слишком выдержанное и сухое, и вроде бы не крепленое, никакой там не портвейн, хотя по цвету очень похож. Такое, пока не скажу вообще. Может, подклеится варенье? Вряд ли, не знаю. Ну, такое как. Какую-то ты подставку устроил, да? Не зря выбирать. Это больше похоже на обычное, как тарно сухое. Вот это? Да, да, помню. Которое попало уже. Ну, что оно, оно менее густое. А? Менее густое, походу. Ну, да. Оно похоже, знаешь, на по цвету просто, ну, такое классическое, молодое красное вино, которому там 2008, может быть, 2009 года, скорее всего, какое-то там, даже, знаешь, очень часто вот такого насыщенного цвета, это вина нового света. Это может быть, как-то там Чили, Аргентина, Австралия, там. Ну, посмотрим. Вот это ты меня, конечно, до сих пор в шоке. Что это может быть такое? Если первое было довольно легкое для меня, мне кажется, это 100% херес, то вот это, конечно, такое, оно даже пахнет немножко уже окисленным, таким, чуть-чуть подпорченным вином, да? Не чувствуешь? Сто пудового. Может быть, оно такое и есть, не знаю, странно. Третье. Ммм, это тоже 100% ягодное, да? Это очень много ягод. Пахнет. Какие у тебя ягоды, что у тебя есть в аромате? Ты часто вина нюхаешь вообще, нет? Да, конечно, да. У меня какая-то смородина пахнет. Смородина, согласен, да. Больше такого смородинного варенья. Такое кислое, ну, все, что кислое. Смородина, может быть, немного черники какой-то, вишни такой темной. Очень интересный аромат. Попробуем? Попробуем. Вердер, да? Вердикт. Давай. Не знаю, мне кажется, это все-таки вино из Нового Света. Какое-то, может быть, это может быть бленд там, каберне, мерло там, чем-то еще. Мне кажется, в реальности это какое-то односортовое вино. То есть на основе одного. Может быть, там все добавлено. Или там, где доминирует каберне. Так не странно, потому что все-таки черной смородины было много. Ты такой совсем согласен, все-таки, знаешь? Окей. Давай второе еще понюхаем. Давай. Или тебя он не хочет. Тебе понравилось его вкус? Очень понравилось. Серьезно, да? Ты бы его выпил? Естественно. Прекольно. Я бы все выпил. Я тебе подарю сегодня его, посмотрим. Если мы откроем, посмотрим. Мне кажется, первое я подарю, и последнее точно, второе еще. Давай еще не угадаем, что ты подаришь. А если вы дашь, то соберу себе все? Да. Если ты его не знаешь, например. Так вот пахнет иногда, знаешь, что какое-то, это какое-то, мне кажется, ну даже по цвету какое-то, такое мутноватое, я не знаю, какое-то странное, очень странное. Ну-ка еще раз. Сухое, сухое. Интересно. Для меня это будет открытие. Ну что, давай? Открываемся? Да. Сегодня как-то быстренько с тобой. 6,40, и мы так быстренько все попробовали. Ну, по сухой херес финну. Моментально, да? Вообще. Вообще, да. Это было несложно, согласен. Абсолютно. Второе, сколько он стоит у нас? 183 грима, да? Да. Это крутая штука, на основе поламино, освежающий, опять же, кооперативчик, его еще чуть больше, наверное, можно охладить. Стою штуку. Это Италия. Загаданно. Вообще. 2005 года, Passo Maggio, Аббас и Санта Анастасия. Ну, мне кажется, что оно уже реально на прошло пик своего развития. Да? Да. Ну, то есть, тут, наверное, давало и мерло, но как оно такое, уже знаешь, такого цвета. А там парнишка сказал, что это новое совсем только. Он его за жене пробовал. Серьезно? Сказал, только привезу. Ну, никогда в жизни не подал. Посмотрим, последнее, может быть. Ты помнишь, что это? Отлично. Это новый цвет. Да. И это Каберне Мольбек. То есть, Каберне у нас присутствует и Мольбек. Два очень мощных сорта винограда, да? Которые отлично сочетаются. Сегодня мне задавали вопрос там в Фейсбуке знакомые девчонки из Москвы. Что лучше всего сочетать там со стейком Рибай, такой очень жирноватый, средняя прожарка. Думаю, это был бы идеальный вариант. Супер. Спасибо тебе огромное. Я тебе дарю вот это вино, да? И Херис. Мне кажется, потому что вот это, оно хоть стоит 290, да? Да, да, дорогое. Самое дорогое, ну, или ты хочешь это взять? Да нет, это в 200. Нормально, да? Да, хватит. Или поменяем? Нет, нет, нет. Это тебе, ты его не отдал. Окей. Чтобы я тренировался, да? Да. Красавчик. Давай, выбираем следующего участника. Тебе нужно нормально потрясти и достать бумажку. И красивенько показать нам. Так, 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 следующий участник будет у нас... Кто? Девчонку вытянешь. Да, это... Анна Кумаритова. А, это моя знакомая, я знаю. Хорошо. Да? Анна Кумаритова. В следующий раз дебюстируем с тобой. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Дай, тебе приятно. На саде сайте вино. Спасибо большое. До вас. Субтитры сделал DimaTorzok